Восьмое заседание рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Иркутской области Российской Федерации – это возможность подвести итоги совместной деятельности в 2023 году и построить планы на будущее. Во время предыдущего заседания рабочей группы было утверждено 42 мероприятия для развития отношений сторон. По 32 работа завершена. Ещё по 10 работа продолжается. Иркутская область интересна для нашей страны и области, в частности, поставками металлов, машин и оборудования, продукциями химической промышленности. Что я хотел бы отметить? Отметить то, что сегодня экспорт Белоруссии в Иркутскую область возрос на 124%. То есть мы создаём условия для бизнеса, продукция ваша востребована, она конкурентна, и мы с этой стороны больше продолжаем. Со стороны экспорта Иркутской области, в том числе и Брестской области, и Республику Белоруссии, он немножко не дотягивает до тех показателей, которые бы нам хотелось. Поэтому мы сегодня детально поработаем те направления, где нужно усилиться со стороны коллег из Белоруссии, и все взятые на себя обязательства по экспорту точно должны реализовать. Что нового получается? Во-первых, у нас 2025 год, год 80-летия Победы, и мы для себя ставим задачу так называемое посещение памятных мест времён Великой Отечественной войны, историческое наследие Брестская крепость. Мы готовы сегодня молодых людей из Иркутской области привлечь в рамках экскурсии на территорию Брестской области и посетили, чтобы они памятные места времён Великой Отечественной войны. Это новое. За 9 месяцев нынешнего года взаимный торговый оборот между Республикой Беларусь и Иркутской областью Российской Федерации достиг отметки в 100 миллионов долларов США. Также наша страна начала поставки в Иркутскую область по более чем 100 товарным позициям. Это автомобили специального назначения, трубы, нефтепродукты, замороженные фрукты, говядина. В первую очередь надо отметить, что я ответственен не только за свою родную Брестскую область, а в целом за нашу страну. Поэтому здесь рассматривается всестороннее и считается весь объём нашего товарооборота. Но хотелось бы отметить, что он действительно за последний год значительно вырос. Мы добавляем порядка 30%, причём сальдо даже положительное в нашу сторону именно Брещан по своему товарообороту, но и для Республики в том числе. Направление Иркутского края, оно нам интересно, очень промышленный регион. Он связывает нас с дальнейшим, будет и нашу страну, наверное, мы предприлагаем в авиастроении, потому что компетенции сегодня Барановичского нашего, одно из заводов, и то, что сегодня находится в Иркутске, где строится, так сказать, магистральный лайнер МС-21. Есть поручение президента. Мы будем сотрудничать в этом направлении. И, наверное, это будет всё же на Брестской земле непосредственно. У делегации предусмотрена насыщенная программа, которая включает проведение контракт на кооперационной биржи деловых кругов, посещение ведущих предприятий Первого региона Брестского государственного технического университета. Подробнее о визите гостей из Иркутска смотрите в итогах недели на телеканале БУК-ТВ. Василий Набуцкевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.